Привет тебе! И сегодня мы с тобой будем делать образ Цири из Ведьмака 3. И не знаю почему, но мне всегда нравился этот персонаж. Возможно потому, что у него белые волосы, или прикольный костюм, а еще красивое декольте, или шрам на лице, не знаю. И всегда, когда я видела этот образ у различных косплееров, я была просто в восторге. Не знаю почему, но у многих девочек, которые играют в игры, Ведьмак 3 это любимая игра. И возможно из-за этого у меня были высокие ожидания от нее. Нет, она прикольная. А вот сериал, от сериала я просто в восторге. Он офигенный. Мы начнем с макияжа. Нет, макияж потом. Потом мы начнем с парика. И в прошлом году я уже делала парик для Цири. И к сожалению, он получился не таким идеальным, как я бы хотела. Во-первых, я его слишком коротко обрезала. Просто психанула и обрезала. Мне очень нравится цвет этого парика. Хотя он не совсем такой, как у Цири. Но он придает какой-то особенной атмосферы. Атмосферы старины. Не знаю. И здесь, как вы видите, несколько оттенков, что делает его еще более натуральным и красивым. Вот так он выглядит спереди. Я его делала год назад. И в этот раз я решила сделать новый парик для Цири. Надеюсь, он получится более похожим. Поехали. Поехали. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Теперь идем к костюму, и уф, там столько много деталей, капец, но костюм классный. Хотя в нем есть огромный минус, о котором я расскажу позже. И первая деталь этого костюма, это вот такой корсет. Он выглядит офигенно. Он из такого материала, под кожу, красивого цвета. Сзади вот такая ленточка. Есть такая подкладка. Вот так. Спереди он на молнии. Классный. И самый главный минус этого костюма, это штаны. Вот так они выглядят. Они тоже из какой-то кожи. Здесь есть кнопки. Нет, выглядят они офигенно. Но, во-первых, они плохо сидят по фигуре. У них внутри, причем, есть какой-то начес. В этой коже очень жарко. Очень. Далее идет рубашка. Она, не знаю из какого материала. Очень плотного. И в нем, кстати, тоже очень жарко. По спине идет такая лента. Здесь есть лямки. И спереди она на завязках. Вот если видно. Тут она на завязках. И, кстати, штаны мне велики. А вот рубашка у меня была очень сильно впритык. И я даже не знаю, стоит ли с вами делиться одним маленьким секретиком. Я уже говорила, что в ней очень жарко. А еще во время съемки на меня светит обычно 6 источников света. Плюс у меня закрыто окно на время съемки. Соответственно, в помещении очень жарко. И, скажем так, не особо так дезодорант спасает. Поэтому, на такие случаи... Да, не знаю, как после этого вы будете смотреть мое видео с целью. Но да, я приклеиваю ежедневку на подмышечную область. Чтобы не было ни в коем случае на видео никаких пятен. Так, делаю это вот таким образом. Вот так. Так, приклеиваю. И все. Ни единого пятна. Как бы ты во время съемки не потела, ни единого пятна не будет видно. Лайфхак. И следующая вещь. Это перчатки. Вот так они выглядят. В принципе, хорошего качества. Тоже из какой-то кожи. Ну, кожа сама, естественно. У них есть вот такой ремешок. На каждый из перчаток. В целом, супер. Вот. Две повязки. Но они постоянно сползают. Как их сильно не затягивай, они все равно будут сползать. Это минус. Неплохо было бы сделать какую-то липучку. Ну, что-нибудь такое, чтобы не сползала. Далее такой пояс через плечо. Хорошего качества. Все отлично. Пояс. Он уже у меня в некоторых местах порвался. Вот. Здесь есть уже булавочка. И он на липучке. В целом, ок. Ну, еще один пояс с двумя сумками. Так выглядит сам пояс. Вот. И две сумки. Одна маленькая. И побольше. Все супер. Вроде бы я ничего не забыла. Потому что там столько деталей в этом костюме. Просто жесть. Ну и, наконец, переходим к макияжу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok